В Агдаме как будто произошел ядерный взрыв, но Азербайджан серьезно взялся за восстановление Карабаха. В первую очередь инфраструктуру. Прекрасно, когда восстанавливается жизнь. Об этом заявил специальный корреспондент телеканала РБК Артем Потемин, посетивший освобожденный от армянской оккупации районы Карабаха. Журналист поделился о своих впечатлениях от увиденного. Ну я вижу, что Азербайджан серьезно взялся за дело, за восстановление инфраструктуры в первую очередь здесь. Понятно, что да, необходимо сначала провести разминирование, и наверняка здесь это будет выполнено в короткие сроки, но как я общался со специалистами, мне говорят, что, наверное, несколько лет уйдет на то, чтобы разминировать всю территорию Карабаха. Ну прекрасно, когда восстанавливается жизнь, и судя по всему, здесь долгое время ничего не было, хотя вот мы сейчас ехали, и видно, что земля черная, то есть чернозем, и здесь наверняка сам Бог велел заниматься сельским хозяйством. Ну в Агдаме такое ощущение, что просто какой-то ядерный взрыв был. Видно, у меня вообще практически ни одного дома не осталось. Понятно, что была война, насколько я знаю, что и армяне, они там не жили. Было известно еще в начале 2000-х, что они просто разбирали дома и уносили с собой строительные материалы, камни и так далее, и так далее. Ощущие впечатления самые удручающие, как можно смотреть на город безжизненный. Там в Агдаме есть драматический театр, был по крайней мере, от которого осталась одна стена, и вот напротив этого доматического театра поставили стенд с фотографиями старыми. Ну наверняка вы видели, как выглядел город в советские годы еще. Это был процветающий город, там были театры, были школы, были учреждения, люди жили. И очень жаль, что, собственно, в один момент это все закончилось. Надеюсь, что у вас все получится. Я встречался с беженцами, которые были вынуждены покинуть свой родной Агдам, свой родной Агдамский район. Они со слезами на глазах вспоминают о своей малой родине и очень хотят вернуться. Но, опять же, пока это невозможно, к сожалению, потому что мины и надеюсь, что...